Привет, моделища! Я смотрю, стримы вам нравятся? Сегодня по нулям, как говорится, с нуля. Сейчас, минуточку, у меня здесь небольшая задержка. Так, я не хочу, чтобы на другом канале, в смысле, на том же канале комп открыть. Так, смотрим сюда. Top Camera. Показываю, ребят, как я получаю... Не как я получаю, я получаю в таком виде от клиента. И с нуля работаю с этими инсталляциями. Как процесс идёт. То есть, я не открывал, я только открыл коробочку. Мужик послал... Ну, скорее всего, парень, относительно молодой, послал в каком-то пакетике таком. Знаете, жёлтый с bubbles внутри. Я говорю, слушай, так больше... Слава богу, нормально. Но он недалеко где-то живёт тоже. Там за день дошло, за полтора. Всё, открываем. Нульсон. Тем не менее, мне так просто удобнее открывать. И вот я вам сейчас покажу. Когда вот так вот здесь вот шкрябают... Ещё какая-то штука выезжающая такая для ритейл, да? Но это нам не надо. Когда пальцами шкрябают... Даже с пинцетом так удобнее открывать. Вот. Сразу видно, что не Нульсон. Но это неважно. Только ремарочка вам. Так. Швейцарский Swiss Allegra. Allegra. Я не очень уверен, насколько стар этот... Сейчас он заполнен этими наборами eBay полностью. В Америке. То есть... Давай. Вылезай. То есть, наверное, свежий. У нас таких мало клиентов. Это люди меня находят где-то через YouTube в основном, да. Угу. Интересно, что ещё здесь. Ничего больше в коробочке нет. Сейчас мы всё посмотрим. Цвет я угадал. Настройка нормальная. Так. Нам надо... А, ну вот это выезжалка такая. Небольшая рекламка. Интересный вот этот набор стрелок. Какой-то... Транс. Новый мой. Немножко старый. Но вот такой транс лучше иметь на всякий случай. Для проверок, для всяких. И небольшой макет, как всегда, на полу. Для начала инскейл. Ну, ребят, начинаю всегда с макета на полу. Потом уже растём. Так, сейчас, одна секунда. Вот так. Что внутри бумажки здесь? Чувак мне... Два раза я с ним разговаривал. Он мне пытался объяснить, как устроен свет. Я говорю, ты хочешь свет? Он говорит, он там есть уже. Я говорю, ты хочешь, чтобы он включался и выключался? Ну, в конечном итоге мы сошлись... Здесь вроде декодер показывается. Сошлись на том, что включать и выключать свет – это баловство. Я согласен. Я согласен. Это действительно баловство. Ну, опять-таки, хозяин, барин, ваши деньги – моя работа. Всё испытаем. Так, хорошая упаковочка. Он его разбирал. Я говорю, поаккуратней. Просто интересно мне было, на что мне рассчитывать, да? Так. Не надо. На что мне рассчитывать? Какие-то дополнительные, наверное, какие-то каплеры. Наверное. Ещё раз повторюсь, ребят. Ребят, первый раз, кто вдруг сейчас начал смотреть, не открывал, не смотрел. Такого у меня не было. Ну, я делал очень много ката. Моторный отсек. Сразу видно валы. Два вала. Раздаточка такая. Так. Сейчас мы всё посмотрим. Видно, не катало много. Хорошо. Такие вот эти сцепки такие классные. Я говорю, что ты хочешь, чтобы... Чтобы всё... Потому что он сказал, что эти directional lights здесь. Но ката так и делает. Вы транскрутанёте в другую сторону. Лампочки эти... Светодиоды... Здесь я думал, что светодиоды уже... Мы в... 24th century, да? Так, сейчас. Много места надо всегда для этих коробочек. Так. Ну что? Такая вот... Немножко хлюпает. Ничего страшного. То есть, и здесь моторный отсек. Окей. Договорились мы на том, что... В моторный отсек идёт декодер. И... Made in Japan. Без дураков. Такое впечатление, что ката хочет немножко развить рынок на более... О, я вижу какие-то контакты интересные. То есть, вначале я... Я прям не хватаюсь за работу. Я анализирую. Особенно, когда первый раз я не делал... Ну, похоже, может быть. Похоже. Но... Мне... Точно не такие. Томикс. Но они все в основном одинаковые. Одинаковые. Так. Значит, там... То есть, у нас такая вводная сегодня. Не знаю, насколько нужно снимать. Здесь. Сейчас быстренько инструкцию глянем. Да, он интересный, хороший. Я думаю, свет будет классный. Так. Во-первых, я хочу посмотреть. Давайте крутанем вначале. Так. Один человечек у нас есть. Человечек, привет. Ты откуда пиши? Сейчас я вам транс свой покажу. Немножко заляпанный. Но ничего страшного. Я почище потом. У вот этого японца, который имеет томикс. О, как поставил. флешманский трак. Сразу. Так. Который имеет этот томикс аналоговую систему, но самокомпьютеризированную, скажем так. У него какая-то липкая такая штука. Такой. Он снимает. Но я предпочитаю лучше эти напальчики одевать. Так. Что нам нужно? Нам нужен транс. Вот мой транс. Он, видите, немножко другой, чем на картинке там. Вот. Я его показывал в других видосах, ребята. Ну, быстренько еще раз. Вот такой катовский. Старый. Сейчас таких уже не делают. Ну, просто новый. Он более зализанный. Ничего там супер-сверхъестественного нет. Так что подключаем. И я все убираю, потому что мне неудобно иметь миллион всяких проводов здесь кругом. И не так часто мне нужно смотреть, как выглядит это еще на DC, пока я не нырнул там в саму инсталляцию. Так, Сергей Смирнов. Привет. Здорово, Серега. Москва на проводе. Так что вы пишите, ребят, кто чего, откуда мы вас найдем. Нет, просто интересно. Уже вот два человека. Мне всегда интересно, кто чего. потому что на DCC приходит, я люблю такие камерные стримы, я не люблю, когда куча народа пишет, я не понимаю вопросов, потому что либо люди с собой начинают там базар, вокзал, разборки какие-то устраивать, или что-то в этом духе. Я люблю вот такие. И на DCC Chain Live там тоже. Я на русском можно туда зайти и по-русски, в смысле на русском спросить, если у вас ребят с английском. Кому вам интересно, можете попрактикум. Я, конечно, не учитель, но, по крайней мере, более-менее я так шпрехаю на английском же, да? Так, все по нулям. У меня два персональных переводчика теперь есть на работе, на основной. Просто нужно привыкнуть к моему английскому. Он, конечно, неправильный, но в основном я работаю все-таки в технической компании, да, медицинской, связанной с многокрессивными техническими моментами. Так, хорошо. Оставим эту билетристику. Значит, транс, сейчас мы его включим. И ох ты, едет? И что, свет? и свет внутри, елки-маталки. Ну-ка, подожди. Сейчас я его тормозну. Сейчас мы крутанем. Смотрите, свет какой-то голубой, но фиолетовый цвет. Обалдеть! Ух ты, LED вообще супер! Так, крутанем назад. сейчас. Ну-ка. О, швейцарский же! Я сразу не подумал. Я ищу красный свет. Все, швейцарские, швейцарские rules, Swiss rules. Вперед! три headlight, да? Ну, три headlight и две фарки. А назад, то, опс, только правая. Ну, ничего. Ничего страшного, только правая. Я такой сразу excited. Хорошее английское слово. Я просто такой возбужденный от радости. Швейцарская, конечно, вещь. так. Сергей пишет, но там, наверное, побольше зрителей. Там побольше зрителей, да. И вот там на меня начинают... Да, ну, люди просят, а на DCC Chain я делаю только, когда... На DCC Chain live. Я просто сижу, делаю, да, комментирую, вы заходите. На DCC Chain там невозможно. Я сделал специально стримчик такой, что-то я хотел там донести. Блин, там, ну, это, конечно, классно. Но там каждые 10-20 секунд что-то в этом духе вопрос, комментарий туда-сюда. Я так не могу. Я не могу игнорировать вопросы, мне это нужно, мне это колбасит от этого. Так что у нас здесь классно по теме. А на DCC Chain live там просто поменьше народу тоже. И сейчас разрешили, кстати, там, что-то кривой какой-то этот, Рельсина. А, странно. не похоже на, не похоже на Flashman. Сейчас я крутанил. Сегодня я сломал, или вчера, я уж не помню. Я сломал роковское, вчера, наверное, да, роковскую геолайн. Просто чуть-чуть начал выгибать, она хрясь пополам, там, маленький кусок H0-овский такого длины. стандартный, минимальный. Слушайте, мне это нравится, это... Мне очень нравится эта вещь. Так, одно я для себя вынес. Наверное, мы сделаем... Чё-то не встал, наверное, колёса. Камон. Раньше меня очень много на стримы приглашали, но там люди просто, я не знаю, ну, просто время провождения такое уходят от темы американцев, конечно же. Так, супер! Всё, я разобрался. Сейчас посмотрим, как они сделали Swiss Rule здесь. Интересный цвет-то какой! И разберём вот этот моторный отсек. Значит, сюда пойдёт декодер обыкновенный в моторный отсек. Так? Моторный отсек декодер. И мне нужно сколько? Раз, два. В общем, нужно покумекать, как этот самый Swiss Rule сделать. Сейчас я делал, конечно же. То есть, одна лампочка всегда горит, а выключаются две другие. Вот так. Вот что нужно сделать. Точно так. Но это не Big Deal запрограммировать, как говорится. Не Big Deal. Так, сейчас должна быть статика. Смотрим. Написано Forward. Так, свет горит. И одна правая лампочка с правой стороны. Прекрасно. Переключаем быстро. Три. Прожектор немножко слабоват. Но нормально. Я, конечно, там световоды наверняка. Вот это я хочу выяснить. Тогда у меня картина, так сказать, проясняется, что нужно делать и рассчитывать на силу. Я обычно цену объявляю. Я знаю, на что я. Ну, кроме не на Брайса никакие, или я раньше не видел в глаза локомотивов какие-то очень... Но это приблизительно все равно близко к одной и той же цене. То есть сюда пойдет FL2 здесь моторный. Ой, нет, вот это моторный. Сюда пойдет FL2 TCS в не моторный переключать этот свет, а сюда FL2 или FL4. Просто нужно по кумеку. Забыл, честно. Сейчас не могу сразу сообразить. А сюда пойдет обыкновенный Lockpilot. чтобы было как это самое по-английски smooth, мягко, шелковисто так, шелковистый Silk. Ну да. Все, транс этот не нужен. Мы сейчас его отключаем. Сейчас, пардон. секундочку, я соберусь, чтобы здесь все не мешалось. Прекрасно. Замечательно. Так. Ну что, moment of truth, это нам не надо. Спички, как всегда. Сейчас я еще гляну разок, не спички эти, как их, зубочистки. Сейчас я еще на всякий случай инструкцию гляну, чтобы быть. Та была Bravo. Bravo неплохо разобралась. Вот, вспомните, да, декодер там отвалился. С этой Bravo не были, не были большие, не были большие проблемы. Но, тем не менее. Tomix я помню давненько. Tomix что-то руки мне выкрутил. Силый Smooth. Силки Smooth. Yes. Окей. Thank you. Силки Smooth. Силы Smooth. Силки Smooth. Yes, sir. Thank you. Окей. Не очень написано. Что-то мне не нравится здесь какие-то стрелки. А, все-таки не хотят. Меняют дамы каплеры здесь. Так, хорошо вынимается. Меняют диафрагмы. Хорошо. По-английски инструкция и по-японски на японском. Не пишут, не пишут, не пишут. Вот это тоже странно. Иногда катал обычно все-таки четко они все делают. Силки Smooth. Yes, sir. Love it. Love it. Показывает, что каплеры меняют. ребят, смотреть нечего и шрифт такой мелковатый. Декодер вроде что-то здесь накрутили. Remove. Middle Core. Все-таки есть какие-то декодеры для этих самых для ну, ребят, без этих Keep Alive, Current Keeper или Power Packs ESU, да, иметь вот эти все лампочки, они будут на декодере, потому что будет задержка всегда, пока декодер будет отключаться по каким-то причинам, потому что контакт будет плохой. Нет, мне нужна моторная секция. По каким-то причинам плохой контакт и это все будет так сказать загораться будет с задержкой. Пока декодер опять почуясь, так сказать, этот самый напругу, это всегда это всегда идет задержка, поверьте мне. То есть ваш ноле либо идеально, нужно просто идеальное все, идеальный этот шаг, идеальное все, стараться не брать за колеса, все-таки они понимают эту штуку, ну, сейчас посмотрим, или окно все-таки, ах ты, елки-маталки, окно, окно, ну-ка, окно все-таки, сейчас, 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 как же я пропустил-то окно, а? Экей, не туда, я воткнул, а, а, за окно, за окно, ох, все, ну, ребят, круто, сейчас, я поставлю на это самое, хоть он моторный, но, тем не менее, я поставлю его еще раз, посмотрю, откуда все идет, и как они, такое впечатление, упс, такое впечатление, что вот это вот, один LED шпарит, наскрой сюда, а здесь, световод, интересный момент, сейчас, еще разок, и на сегодня, мы завяжем это дело, завяжем, уважаем, ура, да, победа, ну, немножко, я говорю, на стримах, я, не знаю, может быть, слишком расслабляюсь, конечно, нужно было более внимательно смотреть, за окна, за окна, они цепляют, сейчас я объясню, это Катва, да, это Катва, в тот раз, Браво, меня смутило, и я думал, что это как у Браво, сейчас объясню, ребят, одна секунда, буквально три минуты, мы проверим, как эти светодиоды шпарят, я вам покажу все, ну, и честно, как говорится, плохому танцору, яйца мешают, но, я, нет, это не оправдание, конечно же, но Катва, честно, я давно не, давно не делал таких, особенно, там, пассажирский, если я делаю, то я делаю движки, я не лезу в пассажирские, эти вагоны и прочее, окей, ну, Катва, относительно, при такой тонкости всей, достаточно дубовая, его очень сложно запалить, так, что-то очень ломать, это, так, что у нас, не идет ничего, почему, интересные дела, интересные дела, о, о, коротнул маленько, да, вот иногда, я думаю, сделать отдельный стенд на DC, но это, опять же, в магазине у нас всегда был, потому что этих DC всегда, люди покупают половину DC, половину DC, о, ну, вот, да, точно светодиод, интересно, какого-то цвета, то есть, он, вообще, он такой, светлый, в смысле, он такой, сани white, так, сейчас надо переключить, а как? Да, есть световод сюда, но очень слабоватенький, слабоватенький, ну, это, ничего, я не получил никакой информации, что, о, там плохой световод, или прочее, то есть, вот эта штука, свет, по-моему, все-таки, он, добавил сам, чувак, вот здесь, контактная группа такая идет, они здесь замыкаются, неплохо сделано, знаю, что там, вам, ребята, видно, в общем, ну, это катал, у них, тема эта четко работает, все нормально, здесь какие-то написаны, так, так, про эти, закрывание, вот этих, локс, сейчас объясню, и все, на сегодня мы, если будет, может, еще настроение, у меня есть еще один стримчик, вообще, это, это по приколу, будете смеяться долго, я до сих пор, отойти от, не могу, короче, внимательно, если видно, концентрируемся, вот на эту указку, и смотрим, вот сюда, как-то они, кривоватые, в общем, ребята, сюда смотрим, видите, вот этот замок, вот здесь, раз, два, три, четыре, так, и вот эти вот, штуки, то есть, их надо найти сразу, приблизительно они, в этом районе, ближе, ну, почти на таком же расстоянии, где-то сантиметров, двадцать, миллиметров двадцать один, что-то в этом духе, вот на этом, остальное все, вот их защелках здесь, это Като классика, все просто на этих защелках, чик-чик-чик-чик, отскочило все, и это самое, и вся любовь, то есть, он не очень DCC ready, я так думаю, это мое только предположение, потому что, если бы был бы DCC ready, может быть, они предоставляли какой-то декодер сразу, либо я, почему, да, вываливаются эти окна, они просто будут вываливаться, так вот, так Като делает все, собирается элементарно, и разбирается, все вот это, отдельные части, ничего не вклеивается, без никакого клея, Като, Браво, по идее, все вот эти вот, немцы, Tricks, Flashman, не должно быть клея, никогда, если видите клей, за эти что-то уже там, напортачили, все, здесь вот эту штуку, мне придется, пардон, не так, я его еще раз спрошу, то есть, если он хочет свет, я могу еще одну функцию, декодер, могу ли я, или не могу, подумать надо, но тем не менее, место есть, вот в этом другом вагоне, то, что, а, вот, он мне послал, послал, как кто-то делал, кто-то даже из Европы, но господи, у меня там слезы, я плакать стал, от этого качества, как это вообще популярно, в ЮС, да, популярно, популярно, не так, как американское, но популярно, сейчас объясню тоже, то есть, что я видел, у меня просто слезы на глазах, наворачивались, я видел, человек, причем потратил кучу времени, расписал там все, пайка просто, руки оторвать, ну, заинсулировал, ансулейтед, инсулейтед, да, разъединил мотор и прочее, но остальное все, я думаю, декодер даже куда-то пойдет, между вот этим светом, это я думаю только, просто под крышу сюда, и аккуратно провода развести, вот, через пол, то есть, у него декодер, я не очень критикую, я просто говорю, ребят, ну, в современные времена, с этими проводами тонкими, хотя бы черные провода, были переделаны, панк-рок, да, в общем, засада, значит, като, като популярно, особенно, в ашнале, во-первых, да, в ашнале, вот эти вот, пи-фоти-ту, амтраковские, обыкновенные като, они не делают такую четкую деталировку, у них все одинаковые, все эти самые, локомотивы одинаковые, независимо от, независимости от дороги, а там очень много меняют электроники, решетки вентиляционные, много переделок в настоящей жизни, окей, из-за этого като не следит, они просто выпускают четкий локомотив, который кому по барабану, примерно таким, как мне, мне пофигу, если там какая-то антенна не такая, ну ничего, я не расстройся, может, я этого даже, скорее всего, я и не видел этого локомотива, но для фанатов таких, как Роб, и в основном все наши покупатели, они, конечно, о, там не так сделано, это какая-то, какая-то коробка новая с электроникой, там электронного управления, другая, антенна не такая, решетка не такая, потом там вентиль какой-то не такой, которые считают вот эти все заклепки, вот, энка като, ну да, она такая, там меньше ребята такие, привередливые такие, да, но у них не очень много выбора, сейчас они, кстати, вот начали штамповать вот эту вещь, и чувствуется, народ уже стал, да, собрал, по-моему, мужик не очень хорошо, ну ничего, это все поправило, вот такие вот дела, ребят, терпение и труд, все перетрут, я уже скоргал этими пословицами, советскими шпариться, ладно, сейчас, наверное, все-таки я замучу другой стримчик, постараюсь, потому что там просто, время, позднее, но там по приколу будет, вот вам транс на обозрение, вот он, красавец, старый, добрый, катовский транс, немножко, в сторонку, ну, чувак уже руками там их обляпал, обляпал нормальная, о, вещь, все, спасибо, ребят, что заходите, будем прекрасно время проводить, и так далее, я чувствую это в кайф, ну, вот, все вы видели, как с нуля начинать, до скорых встреч, все-таки, да, я сделаю сейчас чуть-чуть, небольшой перерывчик, и я стримчик, коротенький, минут на 15, не больше, по приколу, давай, успехов, отельский транс. Субтитры создавал DimaTorzok